Также внезапно пришлось бросить 4 года занятий. Амира одна из учениц закрытой цирковой школы. О том, что начинаются бессрочные каникулы, узнала толком не начав учебу. Нас на вахте прямо остановили и сказали, что цирковая школа закрылась из-за ремонта. Замира не бросила тренировок, только рассчитывать на одни домашние тренажеры уже бессмысленно. Ведь настоящему циркачу нужны и большие площади, и спортивные снаряды. Куда идти, что делать, не знаем. Спасибо, тренеры нам предложили позаниматься в спортивном комплексе Москва. И вот мы сейчас в данный момент посещаем эти занятия. Альтернативы нашли не все. Вот в семье Лерон занятия пока и вовсе забросили. Терпеливо ждут конца ремонта. С одной стороны, конечно, это было неожиданно, что цирковая школа закрылась. Но с другой стороны, конечно же, все мы, жители Казанца, давно ждали ремонт здания цирка и, конечно же, циковой школы. Когда открытия не знает и художественный руководитель. Сегодня и он, и преподаватели временно без работы. Все началось после проверки и продлится минимум до конца ремонта цирка. Нашли причину, что в одном здании, где делается ремонт, не должны заниматься дети. Хотя наши здания разные, то главные здания, а это административные здания. К слову, аналогов этому зданию, как цирковой школе, в Казани больше нет. Во-первых, здесь есть купол, а во-вторых, та самая высота, на которой начинающие гимнасты могут расти профессионально. За семь лет в Казанской школе вырастают от подающих надежды до профессиональных циркачей, гимнастов, акробатов, работающих, например, в Дюссалей. Смогут ли такого же мастерства достичь и те, кто учится сегодня, надежда уже на строителей. Рамиль Шайдулин, Ольга Нестерова, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова